Вот так выглядит нормальный ритм работы сердца. А вот это уже тахикардия. Вы думаете, при чем здесь работа редакции и журналиста? Я объясню вам за 360 ударов сердца. Сила медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. В медиа-менеджменте есть несколько мифов, которые очень сильно мешают работать. Миф первый. Редакция должна выглядеть как гудящий муравейник. Открытое пространство, пульс жизни, все на союзе с какими-нибудь гаджетами, орут по телефону, уносятся с распечатками. И чем более панические лица у людей, тем живее выглядит редакция. Но на самом деле шум отвлекает, а мельтешение людей вокруг мешает сосредоточиться. А паника в глазах сотрудников – это не потому, что случилось что-то экстраординарное, например, Челябинский метеорит прилетел, а потому что, скорее всего, срываются дедлайны, и люди работают на разрыв. Учащенное сердцебиение. Знаете, наверняка, когда сердце прям грохочет. Но одно дело, если я быстро поднялась по лестнице, или мне предстоит какой-то сложный и ответственный экзамен. Но сдала и успокоилась. Но если вот это сердцебиение, эта тахикардия постоянная, то там и до инфаркта с инсультом недалеко. Редакторы и медиа-менеджеры меня поймут. Миф второй. Главное в журналистике – это громкие, эксклюзивные, уникальные истории, о которых можно заявить крупными заголовками. Опять тахикардия. Ведь если вы будете сконцентрированы только на громких историях, с каждым разом вам нужно будет находиться все громче и громче, все более эксклюзивнее и эксклюзивнее. И вы опять сваливаетесь в учащенное сердцебиение. Миф третий. Редакция должна работать с колес. Что-то произошло, наш корреспондент быстро собрал мультимедийный рюкзак и выехал, ведет оттуда прямой репортаж. Конечно, конечно, многие события именно так и освещаются. Но у вас же не горит город 24 на 7. Кроме этого, в жизни есть еще спокойные события. Они тоже важны и они тоже требуют вашего внимания. Как же успокоить сердечко и выйти на нормальный ритм работы? Берите годовой календарь и 12 стикеров. Пишите 12 тем, которые точно вызывают интерес у жителей вашего города. О чем бурлят городские паблики? Что обсуждают люди, которые живут рядом с вами? В каждом городе вы найдете такие темы. Точно 12 наберете. В каких-то городах каждую весну обсуждают клещей. Для кого-то ледоход является событием всегородского масштаба. Кто-то собирается на летнее солнцестояние и сотни людей обсуждают, как они будут отмечать этот праздник. 12 тем вы 100% наберете. Выписывайте их и желательно так, чтобы они распределились ровно по году. Не конкретно каждый месяц по одному событию, но приблизительно так. Теперь мы берем стикеры другого цвета и пишем на них героев ваших потенциальных интервью. Причем это должны быть люди, не какие-то начальники или те, кто чего-то достигнет в ближайший год. Нет, это должны быть обычные люди. Едите по городу, смотрите, читайте вывески, заходите в открытые двери, разговаривайте с мамами на детских площадках, ищите простых людей и желательно максимально разных профессий. Соберите портрет людей вашего города. Это могут быть таксисты, секретари, геймеры, вахтер бассейна, тренер любительской волейбольной команды, кто у вас еще в городе живет. И если вы не знаете свой город, забыли, как он выглядит, выходите на улицы, общаясь с людьми, разговаривайте с ними в трамваях, в автобусах. Что для них важно, что их беспокоит, какие события в городе кажутся им наиболее значимыми. Понимаете, почему 52 стикера? Ну, потому что 52 недели в году, каждую неделю по одному интервью с жителем вашего города. Из ролика про календарь вы уже наверняка знаете, куда вписывать сезонные темы, крупные события и обещания. Смотрите, ваш годовой календарь уже наполняется идеями. Возьмите те 12 тем, которые волнуют жителей вашего города. Найдите по ним 12 экспертов, можно даже дистанционно из других городов, и организуйте 12 онлайн-конференций. Да, по одной в месяц. Ритм. Выберите простой формат интерактива и распланируйте его на конкретный день недели на год вперед. Ну, например, каждую среду у вас проходит викторина, где это было снято. Используйте снимки из коллекции вашего редакционного фотографа. Или, например, каждый вторник у вас на сайте проходит голосование по какой-то значимой городской проблеме. Или каждую пятницу вы проводите опрос, голосование или викторину ту же самую. Помните ли вы новости прошлого года? Самое главное, чтобы это было ритмично и регулярно. План и предсказуемость являются основой ритмичной работы редакции. Да, конечно, обязательно что-то происходит внезапно. И вы меняете приоритеты, вы на эту внезапность реагируете, создаете форс-мажорный материал. Но затем ваша работа возвращается к нормальному привычному ритму. И основой этого является равномерное распределение нагрузки. Про навыки, которые нужны журналистам, чтобы работать в редакциях с нормальным сердцебиением, мы поговорим в отдельном ролике. И еще мы там же поговорим про некоторых нехороших редакторов, которые практикуют чайка-менеджмент. Знаете, что такое чайка-менеджмент? Это когда прилетел, наорал, нагадил и улетел. Но мы же не такие, правда.